Приветствую вас, и тот факт, что ваш супруг, ваш муж, не держит на вас зла, это очень хорошо. Это говорит о том, что человек, в общем и целом, уже прошел период кризиса, период определительного взгляда на вас, на вашу именную жизнь, и сейчас вы можете с ним общаться, сейчас вы можете поддерживать с ним связь на уровне дружеских сил, на уровне партнерских отношений. Для чего? Для того, чтобы показать ему, что вы действительно изменились, что вы действительно поменяли свою точку зрения на какие-то вещи, на жизнь и так далее. Если вы последовательно, непринужденно, через деятельность, не нацеленную на лично супруга, дадите ему понять, что вы действительно изменились, дадите ему понять, что в общем и целом, эти изменения не произошли с вами, потому что вы самостоятельно что-то поняли для себя, и делаете что-то теперь для себя, то даже родители, которые имеют большое влияние на мужчину, не смогут ему доказать, что у вас не произошло никаких положительных изменений. Почему? Потому что, как говорится, действия, поступки, говорят сами за себя. И если эти изменения для мужа вашего имеют значение, имеют смысл, если эти изменения, еще раз повторю, вы сделали для себя, а не для него. Не для того, чтобы он вернулся, а потому что вы поняли, что ошибались. И при наличии чувств к вам, он может вернуться и раньше, чем через год, и раньше, чем через два, как вы пишете. Но для этого необходимо, чтобы он вновь начал вам доверять. И вопрос доверия здесь упирается в самостоятельность мужчины как субъекта в отношениях. А вот с самостоятельностью как раз у него большие проблемы, потому что на него оказывают влияние родителей. И чтобы как-то этого влияния избежать, чтобы у него все-таки свое мнение было, а не мнение родителей, у вас на самом-то деле не так много вариантов. Если мужчина, допустим, готов вас воспринять, но родители в силу своего влияния этого ему не позволяют, то логично, что как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, по сути дел, все равно он будет слушать их, потому что они оказывают на него существенное влияние. В таком случае, нужно понять, а почему они оказывают на него влияние. Почему он позволяет оказывать на себя влияние. Что он потеряет, если, по его мнению, если не будет этого влияния. И, возможно, в этом случае, начинать нужно с того, чтобы дать мужчине почувствовать себя без этого влияния. Чтобы дать мужчине ощутить, что он свободен и сам правит принимать решения. Другое дело, если родители у него настроены не против вас, а как бы на то, чтобы защищать своего сына от него, тогда надо сказать, что необходимо показывать эти изменения у вас не только мужчин, но и им. А это немножко сложнее, потому что ваши изменения в этом случае должны быть такими, чтобы мужчина захотел делиться ими с родителями. Чтобы мужчина захотел рассказать, к примеру, мам, пап, а вот, вы знаете, вот Юлия, допустим, там, что-то делает сейчас по-другому. Так, чтобы ему захотелось поделиться с родителями вашими достижениями. И тогда, постепенно, сперва у супруга изменится мнение, у бывшего супруга изменится мнение о вас, но оно будет робким и неуверенным в себе. Потом у его родителей. И надо понимать, что у родителей этот процесс имеет большего риска. Супруг будет, может быть, с вами-то общаться более благосклонно и охотно. Вот если родители его не будут воспринимать, могут быть проблемы. И потому, тут все же необходимо и для вашей семьи, в частности, во благо вашей семьи, необходимо избавить мужчин от зависимости в контексте родителей. Максимально оградить его от их влияния. Постараться, по крайней мере, это сделать. Понять, в чем они, на какие они точки давят, чтобы мужчина к ним прислушился. И постараться помочь мужчине самостоятельно обрести независимость. Тогда и вам будет проще, и мужчине тоже. Ну, а если этого не получается, то только запастись с терпением и показывать раз за разом, что вы изменились. Но вот в этом случае, к сожалению, двух лет может быть мало. Более взрослые люди, пожилые люди, они могут и не принять ваших изменений вообще. И с этим нужно что-то делать. Возможно, вам тогда придется с ними разговаривать. Возможно, придется уже с ними как-то вести беседу. Только вот спросите себя для начала, что это за мужчина, который в своем мнении настолько сильно зависит от родителей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok